Не более 15 человек на поле, измерение температуры, безопасное расстояние – это кадры тренировок детской футбольной команды «Динамо Барнаул». До первых соревнований еще далеко, но ощутить под ногами знакомое поле, погонять мяч, дорогого стоит. Через неделю возобновят занятия и футболисты-любители. Раньше они могли тренироваться только в сухую погоду, но нынче некоторым повезло. Через пару дней в сквере химиков откроется современная площадка для мини-футбола с искусственным покрытием. Раньше здесь была вообще полностью земля, камни, и неудобно было играть. И не было таких ворот, и мяч всегда вылетал. Так что очень хорошо все тут делают. Сейчас достроят, и я думаю, тут столько людей будет, что прям матчи. Матчи точно будут, уверяет Виталий Крючков. Он готовит юных футболистов Октябрьского района уже два года. И прекрасно знает разницу между земляной или травяной и вот такой специально подготовленной площадкой. Прежде всего, она безопасна для самих детей. Здесь за счет ровности газона, за счет того, что покрытие ровное, никаких невывихов случайных не предусмотрено в тренировке. То есть там может быть какая-то кочка или еще что-то на естественном покрытии, и может полететь голеностоп и так далее, связочка потянуться в ребенка. А здесь, конечно, исключены драмы такие случайные. Именно его воспитанники первыми выйдут на это поле через неделю. Идея подарить ребятам потока новую площадку появилась в 2016-м, когда в сквере химиков открывали детскую площадку. Проект поля для мини-футбола поддержали две внебюджетные организации. Фонд депутата Государственной думы Александра Прокопьева и фонд Героя России депутата Государственной думы Владимира Шаманова, защитники Отечества. Объект возвели меньше, чем за месяц, даже несмотря на пандемию. Ограждение, освещение, трибуны, раздевалка готовы. Рабочие раскатывают последние рулоны искусственного травяного покрытия. Под ним целая система отвода талых и дождевых вод. Особенность такого поля, что не требуется какой-то специальный уход, подстрижка, поливка. То есть дренажная система позволяет не застаиваться в воде и уходить сразу в короткие сроки после дождя. Специалисты поясняют, такое поле сразу продлевает футбольный сезон на 2-3 месяца. Талый снег быстро уходит, а осенью можно гонять мяч до первых снегопадов. Это особенно важно теперь, ведь из-за пандемии тренировочный сезон начался на 2 месяца позже. Председатель городского комитета по физической культуре и спорту Петр Кобзаренко говорит, в городе более 400 площадок, где проходят тренировки. Но таких специально подготовленных не более 15. Теперь появилась еще одна. В городе Барново катастрофически не хватает таких площадок, особенно современных, особенно с таким покрытием. Потому что мы находимся в таком климатической зоне, где заниматься, если футболом, то можно только 3-4 месяца, а все остальное практически невозможно. Это пыль столбом, грязь и так далее. А если дождь пройдет, то вообще невозможно заниматься ни спортивной игрой, даже и юдальные занятия. Поэтому это просто, я считаю, что то, что строятся сейчас площадки, это просто подарок. Особенно тому микрорайону, где практически нет спортивных площадок. Осталось сделать разметку, закончить благоустройство и можно выходить на поле. Кстати, с просьбой заниматься здесь уже обратилось несколько других дворовых команд. Торжественное открытие площадки запланировано на начало июля. Администрация Октябрьского района планирует отметить события большим спортивным праздником. Правда, если ограничительные меры на тот момент позволят это сделать. Илья Кочетков, Андрей Печеркин, Николай Шелко. День с толком.